Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Как вы понимаете, наступила весна, март, потом апрель, совсем скоро будет май. И, естественно, нам захочется увидеть красивые улицы, но сумеем ли мы сразу видеть красивые улицы? Не забывайте, что нас еще субботники с вами ожидают. В любом случае, хочется после вот этого огромного количества зимнего снега увидеть город по-новому, краше, чтобы он был. И для этого есть самые разные способы. Вот об этом мы поговорим сегодня, тем более, что у нас в гостях Александр Александрович Шугуров, руководитель волонтерского штаба городского округа Люберцы, бывал у нас в гостях. Вновь к нам пришел. Здравствуйте. А также Иван Андреевич Паршин, волонтер-наставник, то есть уже готовит волонтеров проекта, который называется «Формирование комфортной городской среды городского округа Люберцы», ученик 11 класса, гимназии номер 44. Почему я говорил о красоте? Потому что говорить мы будем сегодня о формировании комфортной городской среды. Так называется это? Что это? Проект? Задача поставлена? Что это такое? Это национальный проект, который создан при поддержке президента Российской Федерации, направлен на благоустройство территории по всей России. Мы его реализуем в рамках Московской области, а именно в городском округе. На сегодняшний момент у нас шесть основных объектов благоустройства, которые планируются сделать краше. То есть по этим направлениям прошло голосование? Оно еще идет. Только началось. 15 марта запустился этот проект голосования. Продлится он до 30 апреля. У каждого жителя есть шанс проголосовать за ту территорию, которая, по его мнению, наиболее необходима именно в благоустройстве. Ну вот, вкратце, в общем-то, да, вы все и поняли. Теперь будем разбираться в деталях, потому что, Александр, скажите, в общем-то, а зачем, когда есть депутаты, есть администрация, в конце концов, есть люди, которые живут и могут выйти со своим сметелочкой, там с чем-то убрать. Почему именно на уровне президента задумались о том, чтобы заняться вот таким вот волонтерским движением? Это не совсем волонтерское движение. Волонтеры в данном случае отвечают только за именно сам процесс голосования. А сам этот проект был инициирован президентом, потому что та же администрация, те же депутаты, они не до конца знают пожелания жителей. То есть расширяем как бы вектор, да? Расширяем вектор, больше взаимодействуем с людьми, и уже по их решению будут благоустраиваться те или иные территории. Потому что мы видим, допустим, вот сейчас у нас идет реконструкция Октябрьского проспекта. Да, видим. Все его ждали, хотели. А следующий объект люди также будут выбирать уже вот в эти даты. То есть что им важно, что им нужно. Вот в прошлом году люди выбрали стелу на въезде в Люберцы. Ее сделали, ее благоустроили. Сейчас это красивый сквер, и проходит там достаточно много мероприятий. Люди гуляют с детьми сами. Ну, я понимаю, просто непонятно, почему это нельзя было сделать без этой программы. Без этой программы очень сложно администрации понять те больные или рэперные точки, на которые все-таки стоит обратить внимание. А люди расскажут, покажут. Конкретно. И достучаться. Тем более, что действительно помогают в этом деле еще и волонтеры. Мы не зря пригласили Ивана, который вы в 11 классе уже учитесь. Во-первых, волонтерское движение, оно же как бы существует у нас давно. Понятно, что пик пришелся на пандемию. Вы давно волонтером уже работаете? У нас вы наставник. Ну, скоро год уже будет ровно. А зачем волонтеры-то пошли? Чего вам не сиделось-то? Да как-то было скучно. Хотелось что-то новых эмоций каких-то. Новых эмоций. И просто дома было скучно сидеть. Но ведь дело в том, что это же такая работа, можно было бы, я не знаю, на рыбалку поехать. Ну, каждый по-своему эмоции ищет. А волонтерская работа – это же помощь людям. Тем более, ну, да, там есть бонусы, которых мы тоже знаем. Потому что некоторые думают, что вот молодцы какие ребята. Есть бонусы, да, то есть можно заработать, и эти баллы помогут потом к поступлению. Это тоже имелось в виду? Или это действительно прежде всего помощь людям? Видите, как я коварно задаю вопрос. Ну, поначалу, да, было ради баллов, как хотелось. А потом уже через некоторое время, когда это уже как-то прижилось, уже как частью жизни стало, уже хотелось людям помогать. То есть это уже стал таким стимулом, стилем жизни, да? Да. Что и получается, а главное, значит, есть организаторские способности. То есть это в вашем лице, переходя уже к руководителю. То есть ребята получают. Да, действительно, многие пришли за баллами. А что в этом такого, если есть возможность? Но многие получили уже некий такой другой адреналин, да? Понимание того, что они могут работать. И это хорошая школа вообще для любой дальнейшей профессии. Вы кем хотите, кстати, быть? Уже определились в 11 классе? Ну, я думаю, пойти в сферу депутатов, в эту сферу политики. Ох, в сферу депутатов, это интересно. А они, знаете, они работают сначала, а потом депутатами становятся. Да, да, да. Ну, я буду пытаться. Ну, то есть вы хотите работать в государственных органах, да? Да. Работать. Понятно. Ну, тогда тем более хорошо. По крайней мере, по люберцам, по так называемым рэперным точкам будете знать, что где нужно подправить. Хорошо, мы сейчас к вам вернемся. Итак, голосование. А как люди узнают о том, что кто-то хочет стелу, а кто-то хочет рядом с магазином лужу заделать, например? Сейчас у нас есть сайт, называется он загородсреда.ру. А также у нас есть приложение волонтеров, и через наших волонтеров также можно осуществить голосование. На сегодняшний момент выбран наш... То есть можно подойти к Ивану и сказать, Иван, зарегистрируйте, пожалуйста. Да, зарегистрируйте наш голос. Видите вот эту зеленую, это типа форма такая. Там написано «могу благоустроить». И сейчас у нас есть шесть объектов благоустройства на выбор. Ну, сейчас пока что выигрывает у нас... Давайте их все перечислим, не называть, как парад. Просто все шесть, а потом скажите, кто у нас... Комсомольский проспект, это памятник вертолета на улицах интернационалистов. Это реконструкция парка в Томилино, парка в Октябрьском, в Малаховке и в Красково. Ну и кто же выигрывает? Пока что у нас большее число голосов – это реконструкция Комсомольского проспекта, потому что, видимо, людям это необходимо именно сейчас. И, в принципе, этот проект пока что лидирует среди остальных. Но это голосование идет в электронном, как бы, да, виде? Да, это полностью идет в электронном. А какова вот цель, мы поняли, волонтера? Вы как-то отслеживаете это, людям что-то рассказываете, что вот есть такой проект? Да, мы подходим к гражданам, если мы стоим по точкам, мы подходим, спрашиваем, не хотите ли вы проголосовать за благоустройство городского круга Люберцы? И граждане, я боюсь, не всегда радуются к вам отвечают. Ну, кто отвечает, они зарегистрируются, просто мы их регистрируем, и у них на выбор получается шесть этих проектов. Да, мы показываем, какие есть проекты, рассказываем про них, вот, и они сами уже выбирают. И потом отслеживаем статистику, сколько мы проголосовали, и потом она суммируется и так выбирается. А вы-то можете повлиять на выборы? Вы же тоже как бы тут живете, вот, придавить там, вбросы сделать определенные, не за Комсомольский проспект, а за вертолет, например, или это невозможно? У нас нет такой цели, чтобы выиграл какой-то конкретный проект, потому что это полностью инициатива граждан, и если мы начнем делать какие-то вбросы или еще что-то, тогда смысл проекта потеряется. То есть мы играем по-настоящему? Естественно, потому что нет смысла голосовать за то, что должно быть, а люди должны все-таки сами выбрать. Да, и потом мы понимаем, что рано или поздно, но есть, знаете, такие объекты, которым не очень, наверное, везет, которые все время куда-то попадают и все время не попадают. Но рано или поздно, может быть, дело до них дойдет. Хорошо, Иван, возвращаясь к людям, их реакция, а есть такая вот нормальная, когда действительно, да, да, вот я вот считаю то, ну, когда, как мы говорим, гражданская ответственность у людей проявляется. Да, у многих людей такая есть. Они даже хотят спросить, ну, они бывают спрашивать, а можно ли кого-то, чтобы больше голосов было за этим, какой-то проект. Да, кого нужно подтянуть под это дело. Да, вот там родственников, знакомых, вот. Но бывает и не самое хорошее. Бывает боятся нас, то, что мы мошенники, что мы их обманем, да. А как вот доказать, что, ну, кстати, вот, понятно, что получить, я тут хотел, чтобы мне тоже куртку такую сделали, но не получится. Только вот надо волонтером стать. Люди, правда, в последнее время сталкиваются с мошенничеством. Что должно быть у настоящего вашего волонтера? Как отличить нашего настоящего волонтера? Во-первых, это форма, это зеленая жилетка как раз-таки формирования комфортной городской среды, красная жилетка волонтерская, самое главное, это наличие бейджика. Бейджик выглядит, ну, синий бейджик с QR-кодом, с фамилией и имя волонтера. А, его можно тоже сканировать. Да, отсканировав этот QR-код на бейджике, человек сразу попадает вот как раз-таки на сайт именно благоустройства. И поэтому можно идентифицировать наших волонтеров, не бояться. Просто единственный сейчас один момент, что при голосовании через волонтера нужно указать свой номер телефона, на который приходит проверочный код от госуслуг. Ой, вот это да. И с этим у большинства людей проблемы, ну, сложности. Потому что написано, что никогда никому не сообщайте свой код. Вот, а в этой смс-ке так не написано. Но люди уже привыкли к тому, что никакие коды, никаких смс-ок называть нельзя. Это просто госуслуги используются как смс-сервис, именно с этим национальным проектом. Ну, для этого надо объяснить, да, людям. Потому что, вот, я тут недавно чуть тоже... Ну, не будем отдельно разговор, схем сейчас мошеннических много. Ну, хорошо, вернемся тогда к разговору про волонтерство. Раз вы сталкиваетесь с такими вопросами, люди разные. Ну, когда хорошо, это хорошо. Психологическая закалка. Вы наставник же у нас, да, то есть у вас должна быть сильная... Вы как-то уже сами обучаете волонтеров? Если кто-то тебя нахамил, да, там, обвинил тебя в том, что ты мошенник, как себя вести в этой ситуации? Да просто не обращать на это внимания. Всего доброго, да, до свидания. Да, не говорить ему ничего плохого вслед, просто с улыбкой уйти. Ну, не хотите, ну, и ладно, ваше дело. Но мы пытаемся, чтобы они все проголосовали, когда-то их переубедить, чтобы не мошенники, ничего. Но они все верят. Не верят. Вот важно еще понять, что у меня бы, например, такой возник вопрос. А откуда взялись эти шесть пунктов? Вот правда. Откуда эти пункты берутся, да? Кто эти пункты может регулировать? То есть от волонтеров, от людей? Или это приходит от каких-то разных организаций, формируется? Был проведен первичный опрос жителей по всему муниципалитету. Это вот как раз до 15 марта первая волна вот этого проекта формирования комфортной городской среды. Из этих вот всех проектов, которые только могли быть, выбрали шесть ключевых. И сейчас уже идет такой, как можно сказать, полуфинал этих проектов. В рейтинге на как раз таки. Хорошо. Но вот если выиграть, например, Комсомольский проспект, что останется с этими пятью? Им хоть что-то достанется? Или просто все забыли про них? Эти проекты также будут благоустроены. Просто не в 2025 году, а в более поздние сроки. Но все проекты, которые представлены у нас на сайте, они будут подлежать благоустройству в дальнейшем. То есть никто не останется обиженным и обделенным. Хорошо. Но помимо того, что это как бы ваша работа, и ребята помогают, мониторят, я так понимаю, и администрация, и депутаты тоже заинтересованы в том. Они смотрят, тем более особенно те депутаты, кстати, которые, думаю, отвечают за Комсомольский проспект. У вас есть связь с администрацией, с депутатами? Как вы с ними работаете именно вот в этом? Читаю, не выучил пока. Формирование комфортной городской среды. Мы работаем в плотной связке с администрацией, с депутатским корпусом, привлекаем их к нашим акциям. То есть мы их также опрашиваем по поводу голосования. Нам помогают очень сильно администрации, привлекая людей, естественно, всех сотрудников, всех подведственных организаций. Не заставляют. Нет, не заставляют. Обязательно, чтобы все. Нет, это хорошо, иногда это полезно. Ну, смотрите, если человек живет в городском округе Люберцы, да, неважно где, в любом месте, да, хорошо, в любом другом месте, в городе, возьмем город Н, вот он в нем живет, он же знает проблемы этого города, и ему предлагают, вот возьми в городе Н, напиши 6 пунктов, которые ты хотел бы, ну, чтобы их улучшить. Мне кажется, что любой нормальный человек, заинтересованный, да, в том, чтобы город стал чище, лучше, конечно же, напишет. И когда они, как надо, будут биться и выходить вот эти одинаковые вещи, вот так это и формируется. Я понимаю, что программа все-таки, ну, такая серьезная, федерального, скажем, такого значения, но она полезна. Еще один такой дополнительный элемент, как вы правильно говорите, тот, что не заметили депутаты, вот, потому что они действительно иногда, вот, ЖКХ начинает их придавливать, а стела в это время разваливается, да, условно. Хорошо. Мы сейчас идем к финалу первой части. Еще один такой вопрос, Иван, просто немножечко отвлечемся. А не поднадоела тема волонтерства сейчас, как будто бы не слышит Александр Александрович вообще, как таковая? Потому что она всегда бывает всплеск, бывает какой-то эмоциональный уровень, а бывает понимание. Люди идут, волонтеры, еще есть такой вот позыв вообще как таковой? Ну, поток людей есть. Есть, да? Мы бываем, как по школам ходим, приглашаем, рассказываем на разных интервью, мероприятиях, рассказываем про наш вид деятельности, что мы делаем, и кто более заинтересован, они сами. Отзываются. Да, но бывают моменты, когда просто люди сами подходят и спрашивают, как можно стать там волонтером, как записаться к вам, вот. Мы рассказываем, помогаем, добавляем в разные чаты, все объясняем. Вот и потом так же, как и мы, с самого начала начинают. Понятно. Ну и я так понимаю, что это уже настолько отработанная схема, что, видите, волонтерам доверяют уже такие государственные задачи, по большому счету, да? Следить за голосованием и так далее. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что говорим мы о формировании комфортной городской среды на нашем небольшом телевизионном уровне. Всем хочется, чтобы она действительно была сформирована, чтобы она была комфортная, городская. И, как выяснилось, шесть объектов, да, у нас сейчас участвуют в голосовании. Чуть позже продолжим наш разговор. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас сегодня руководитель волонтерского штаба городского круголюберца Александр Александрович Шугуров и волонтер-наставник проекта формирования комфортной городской среды городского округа Люберцы, ученик 11-го класса гимназии номер 44 Иван Андреевич Паршин. Говорим мы о ходе голосования, да, собственно говоря, о самом проекте формирования комфортной городской среды. Александр, а сколько участвует волонтеров в целом в этом проекте? Количественно? На сегодняшний момент это 50 волонтеров, которые обучены. Маститых таких. Да, которые обучены, которые имеют доступ к этой программе, у которых пройдены все этапы обучения и на сайте Добру.ру, и очное обучение у нас в управлении, а также верифицированные аккаунты. Но к ним мы привлекаем еще дополнительно, ну, тоже порядка 50 человек, которые как помощники идут вместе с ними в этот бой и вместе с ними пытаются сделать наш город благоустроеннее. Понятно. Иван, скажите, пожалуйста, а в чем заключается вот наставничество? Ну, я понимаю, что мы помним уже вашу историю, что каждый приходит по-разному. Вы как их учите, ну, вообще понимание, что это такое, то есть сели вместе этот документ изучаете, что там положено. Или по каждому из шести, значит, выдвинутых, ну, я сейчас условно говорю, да, выдвинутых соискателей, как идет работа? Или вы песни поете у костра? Как? Нет, мы, бывает, встречаемся, когда в офисе, вот, мы им рассказываем все, какие есть плюсы и минусы, получается, как мероприятия, какие бывают люди, как с ними реагировать на них, вот, что делать в каких-то ситуациях. Вот, ну, по сути, чаще всего мы уже, когда вживую это делают, вживую проще. Они, говорят, все плюсы и минусы сами понимают у людей, сами как-то адаптируются, если что-то не понимают, мы им помогаем, мне с ними ходим, как-то подсказываем. То есть, говорите, вот так это раз, и все, да, и он смотрит, да, здорово, я так еще не умею, верно? Ну, не всегда. Ну, бывает. Да, но поначалу так, а потом они сами привыкают к этому, и сами уже хорошо делают все это. А как много времени у вас уходит на это все-таки волонтерство? Понятно, что, ну, зарабатывание там баллов и так далее, но есть уж учеба, есть какие-то другие обязанности. Как вас вовлекают? Или у вас какая-то посменная работа? Нет, у меня, когда свободное время есть, я чаще всего хожу на волонтерство, чтобы дома не скучать. Вот, ну, или это, понятное дело, что тоже важно, готовлюсь потихоньку, ну, и бывает, волонтерство тоже как-то уже не хочется, как-то привык за целый год. Понятно. Вот еще такой вопрос, Александр Александрович, все-таки вы как руководитель волонтерского штаба, а много сейчас вообще волонтерских направлений, ну, которые я имею в виду занятые волонтеры? Ну, есть там традиционные, нам, не знаю, еду, может, кому-то развозят медицинское, еще движение ширится? Ну, на сегодняшний момент это 12 направлений. 12? Один из них это событийное волонтерство. Это что такое? Событийное волонтерство – это помощь в организации проведения культурно-массовых спортивных мероприятий, ну, то есть это именно волонтеры под события какое-то. Есть социальные... С большими резиновыми пальчиками ставят. Идите туда. Ну, обрежно говоря, да, то есть там это часть их деятельности. Дай пять. Дай пять, да. Есть социальное волонтерство, это как раз-таки помощь людям, которые нуждаются, это люди с ограниченными возможностями здоровья, люди пожилого возраста. Есть эко-волонтерство, это помощь окружающей среде. Это убор мусора, что ли? Это убор мусора, это убор эко-парковых территорий, это вот сейчас как раз вы начали с субботников, и это будет проведение субботников у нас на территории. Чувствуется уже скоро, да. Да, вот, это, опять же, обустройство при водной зоне, да, то есть это именно все, что связано с экологией у нас на территории. Это волонтеры-медики в следующее направление. Это медики. Да, волонтеры-медики, это отдельное направление волонтерства, это люди, которые вот как раз-таки в пандемию очень много помогали. Ну да, самый такой был всплеск. Вот, и сейчас продолжают работать уже по этому направлению, то есть это и в стационарах, и при больницах. Они, как младший персонал, уже получают практику и помогают людям. Это патриотическое волонтерство, то есть это как раз-таки уход за памятниками, это посещение вот этих патриотических мероприятий и так далее. Помимо этого есть спортивное волонтерство, то есть это помощь как раз-таки именно внутри спортивных мероприятий. Это судейство, это хронометраж и так далее. А что эти баллы дают? То есть вы при поступлении, например, в высшее учебное заведение, у вас к вашим школьным баллам добавляется еще какая-то больная система за волонтерство или что? Как это работает? Там получается за вроде бы 100 тысяч часов дается пару баллов. Там один или два балла, точно не помню. Еще плюс дается, когда ты поступаешь с человеком, у которого одинаковые по аттестату, по экзаменам баллы, но тебя смотрят, что у тебя есть часы какие-то волонтерские или красный частат, этого человека берут лучше. Преимущество. Да, ему преимущество дают, что вы берут. А вы считаете, как вот палочка, один час, два часа, считаете так, нет? Ну, у нас есть волонтерская книжка, где записаны все часы, все мероприятия, сколько, с чего. А это официально, да, волонтерская книжка уже, да? Ну, это утвержденная как раз-таки у нас в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области форма. В нее вписывается в определенные последовательности все мероприятия, в которых волонтер принимал участие, за подписью и печатью нашего управления. И это уже является таким официальным документом о том, что человек является волонтером, что он посещал эти мероприятия. Непростой человек. Непростой человек, да. Ну, вернемся к формированию комфортной городской среды. Сколько еще раз будет продолжаться голосование? Голосование будет продолжаться до 30 апреля. Так. Будет оно проходить на всей территории, но ключевые у нас точки – это станция Люберц-1, это Центральный парк культуры и отдыха и торговый центр «Орбита». Там у нас точки работают практически каждый день. Вот волонтеры там, да? Волонтеры, да, там находятся. Много людей в зелененьком? В зеленом и красном, да. А в красном? Это просто у нас атрибутика волонтеров под Москвой. Ага. То есть либо зеленое, либо красное. Это наше. Это наше. Понятно. Так. И после того, как 30 апреля закрывается голосование, выясняется, какой это объект, как это дальше работает? А дальше на этот объект выделяются деньги с федерального бюджета, и он закладывается в программу благоустройства на 2025 год, и в рамках этой программы он реконструируется или улучшается в зависимости от объекта, который выберут жители. А потом будут стартовать новые когда-то голоса. А как часто оно проходит? К какому принципу? Оно проходит также раз в год, то есть примерно такие же периоды. А, тоже весной, да? Весной, да. И, соответственно, это уже вошло в традицию, и я думаю, в следующем году это будет также продолжаться. А вы переключитесь уже на другие волонтерские дела, их у вас много, я так думаю. Ну, да. А, Иван, скажите, вот вы учитесь в гимназии, как относятся ваши коллеги к тому, что вы волонтер? Говорят, а-а-а, баллы зарабатываешь, или что-то другое говорят? Нет, такого не говорят. Да? Вот. Есть еще волонтеры? В нашей школе? Да, в вашем классе. В классе нет, есть в младшей, получается, в десятой, что в одиннадцатых у них больше как книги, и это с десятого класса, вот. В десятом есть, в девятых классах есть, кто-то с восьмого бывает приходит. Ну, их как-то не особо, им как-то интересно бывает это. Вот, ну, когда они спрашивают, что у нас какие-то мероприятия интересные есть, они ходят на них, и потом они все-таки, их меняется. Угу. А какие интересные мероприятия? Ну, у каждого волонтера мероприятия интересные свои, кому-то интересно, допустим, экологическое волонтерство. Нет, это я понял, я имею в виду, а вы делаете какие-то мероприятия, там, потанцевать, я не знаю. У нас есть ряд мероприятий. Настольные игры. У нас есть цикл мероприятий, которые не зави... ну, это не волонтерские мероприятия, это просто поощрение наших волонтеров. Это школа молодежного актива, то есть это крупный трехдневный форум, обучение их. Также у нас вот сейчас 26 апреля на территории Дворца спорта «Триумф» будет проходить большой волонтерский форум, на который мы приглашаем очень известных спикеров, известных исполнителей. И это будет вот два часа такого заряда эмоций. Волонтерского заряда. Волонтерского заряда, да. В рамках как раз этого мероприятия у нас будет торжественное вручение волонтерских книжек новым участникам движения, которые вот недавно их оформили и ждут уже, когда их выдадут. Помимо этого, вот у нас летом планируется также трехдневный выезд на базу для лучших волонтеров, которые работали вот на протяжении всего учебного года, и три дня они будут на базе, соответственно, развиваться, учиться, отдыхать и общаться друг с другом. Немножко похоже, вспомнил что-то из старческого своего. Было такое Тимуровское движение. Выло, да, когда оно плавненько так переросло в пионерское, ну, все вместе и так далее. Но, если говорить серьезно, конечно, это здорово, когда есть еще один инструмент, позволяющий следить за тем, чтобы в городе было лучше. Мы же все ездим по дорогам, все ходим в магазины, все смотрим на крыши, которые после зимы тоже где-то могли прохудиться. И очень важно, что вроде такое небольшое голосование, но тем не менее. Поэтому, уважаемые телезрители, какие, значит, три основные сейчас точки? Это станция Люберце. Станция Люберце, Центральный парк культуры и отдыха и торговый центр «Орбита». Вот, как только увидите там людей в зеленом и в красном, сами подойдите, скажите, я хочу проголосовать. За что? Вам там покажут список и все расскажут. Ну, а вам и вам мы пожелаем действительно неплохое начало-то для депутатской деятельности. Фактически уже будете знать все, так сказать, варианты. И, честно говоря, если говорить серьезно, не хватает иногда, школа же не учат, депутатству не учат, административной какой-то работе. Да, у нас там есть какие-то предметы, но задач очень много стоит. И как раз очень хорошо, что волонтерство помогает молодым ребятам определиться в направлении. Может быть, это и профессией станет. Да, он выберет и будет вот не просто уже ходить и спрашивать, а не вы не хотите проголосовать, а будет принимать решение уже. Вот это мы ремонтируем, а это подождет. Я желаю вам успеха, успеха всем вашим лицам, всем волонтерам. Напомню, что у нас в гостях были Александр Александрович Шугуров, руководитель волонтерского штаба городского округа Люберцы, и Иван Андреевич Паршин, волонтер-наставник проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа Люберцы, ученик 11 класса, гимназии номер 44. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин